Ариару, народ, у микрофона мамуру, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как CD Skyline. Давненько, я тут не был, давненько, конечно, но куда деваться? Главное, что мир этот продолжает развиваться. И на самом деле планов куча, и способов эти планы реализовать тоже куча. Надеюсь, это будет очень интересно и увлекательно. На самом деле планов и проектов куча. И один из, наверное, грандиозных проектов на эту серию, это заняться вот всем вот этим вот, незанятым на данный момент пространством. Я вот сейчас смотрю на это все и думаю, что занять все это место парком было бы очень отличной идеей. Но полностью ее заполнять парком, это не очень классно, потому что это просто будет занимать много места. Но сейчас посмотрим, разместим здесь парк. Тем более, что тут недалеко у нас есть линия монорельса. И я думаю, что у нас все получится. Вот, создать парковую зону мне необходимо, и необходимо разместить ее вот здесь. Хотя, посмотрите, как она идеально сюда ложится, с другой стороны. Я думаю, пусть она здесь и остается в таком случае. Вот до сих пор, потом я здесь делаю какую-нибудь дополнительную развязочку, но не суть. Вот таким вот образом у нас здесь размещается наш замечательный парк. Думаю, вдоль реки это у него будет самое идеальное место. Так, разместим, пожалуй, раз здесь вход, да, замечательно. И два здесь вход, если нам позволят. Пожалуй, знаете, даже как сделаю, сейчас у меня появилась небольшая другая идея, сейчас я ее реализую. Вот. Я вместо одного здесь парка сделаю их целых два. Здесь делаю такой вот парк небольшой с тропинками, с тротуарами, со всем прочим. Пока не особо придумал, как именно это сделать, но обязательно это что-нибудь придумаю. А вот здесь вот я хочу разместить именно целенаправленно парк развлечений. И я надеюсь, что у нас для него будет какой-нибудь вход. Главный вход в парк развлечений. И мы делаем здесь вот. Хоп! И он идеально здесь встает, замечательно. Начинаем с строительства для начала парк развлечений. Первым делом я решил сделать дорожечку вдоль набережной. И буду делать вот такие вот впоследствии ответвления, для того, чтобы люди имели возможность кататься на аттракционных разных, которые я здесь впоследствии размещу. И дорожечку мы соединили. Замечательно. У нас получилась вот такая вот набережная с двумя входами. Возможно, было бы рационально еще разместить. Я не посередине вход, но я думаю, пока в этом нет особой необходимости. Я примерно тут попробовал набросать какие-то приблизительные просто дороги для того, чтобы были. И сейчас попробуем разместить непосредственно здания, которые будут приносить основной развлекательный центр в наш парк. А именно, что у нас тут есть вообще? Площадь парк развлечений, замечательно. Еще у нас тут есть кафе, замечательно. Посмотрите, какой у нас офигенный вид с помощью этой кафешки открывается. Замечательно. Что у нас есть? Сувенирный магазинчик тоже будет необходим. Так, ну еще по мелочи. В принципе, пока у нас закончились места, которые мы можем размещать. И сейчас нужно помониторить над тем, как люди будут здесь ходить. Посмотрите, они уже и с собачками, и на велосипедах, вон, кто-то ездит. А, это не на велосипеде. Ну ладно, ничего страшного, и не на велосипедах они ездят. Как замечательно. Расходов он приносит чуть больше, чем нужно, но куда деваться. Впоследствии нужно будет понатыкать сюда больше еще растительности, зелени всякие, но это чуть попозже. А сейчас займемся обычным нашим парком. Даже знаете что? Я думаю сделать необычный парк. Я думал здесь разместить зоопарк какой-нибудь. Да, я думаю это даже будет очень отлично. Примерно как-то так у нас разместился наш любимый зоопарк. И осталось только разместить наши необходимые здания, которые будут уже целенаправленно зоопарком заведовать. Смотрите как они большие, просто вот этот вольер с лосями и оленями, который уже там здоровый. Ладно. Давайте вот его здесь вот и разместим. Думаю вдоль дороги плохая идея, и вот так примерно заметить его стоит. И нужно обязательно к нему дорожку такую сделать. Посмотрите, у нас есть тут лоси и олени. Офигеть, классно. Это классно? Я не знаю, у меня детский восторг. Так, лоси и олени у нас есть. Вольер с птицами, думаю, сделают так же недалеко где-нибудь. Например, вот здесь вот. Еще тут есть антилопы. Ммм, неплохо. Антилопы тут тоже обязательно разместим. И пока это все, что нам доступно. К сожалению. Все, посмотрите у нас как классно. Пока пустовато, согласен. Но последствия это будет развиваться. Все это у нас огорожено, безусловно, заборчиками. Посмотрите, как много людей сюда идут. Очень даже неплохо. Это потому, что мы недалеко находимся от станции монорельсов. Так, а в зоопарк идут кто-нибудь? Да, посмотрите, людей тоже много идут в зоопарк. Им было это необходимо. Спасибо, что писали об этом в комментариях. Пожалуй, по политикам я поставлю все-таки гуманное обращение с животными. Я понимаю то, что это увеличит стоимость, но забота о животных, я думаю, будет в приоритете. И посмотрите, он нам уже практически приносит доход, что не может меня не радовать. Он нам уже приносит доход. А этот парк? И этот нам парк приносит доход. Я, в принципе, на это не рассчитывал, но уже есть такое, и это очень большой прогресс. И поздравляем, у нас второй уровень парк. Какой у нас? Частные карусели, детский поезд. Детский поезд я поставлю в обязательном порядке, потому что я его, как минимум, очень люблю. И я бы точно на нем прокатился. Ресторан на пирсе. Очень классное место. Я думаю, здесь он идеально встанет где-нибудь. Вот здесь вот. Вот идеально встал. Надеюсь, у людей будет доступ сюда. Но пишет то, что нет, по идее, да? Не приложена дорога. Сейчас мы это к тебе исправим, братан, не переживай. Теперь у тебя проложена дорога? До сих пор нет? Да, не получается у меня как-то адекватно их разместить, потому что они что-то бурагозят. И это не первый случай. Ну ладно, ничего страшного. Я знаю зато точно, что здесь необходимо просто разместить. Это корабли, кораблики наши. Паромное депо. Вот тут вот пирс я в обязательном порядке размещаю. Только нужно выбрать вот такое вот идеальное местечко. И только его чутко надо приподнять, чтобы он был более-менее вровень с городом. Например, как вот так вот. Здесь необходимо разместить какую-нибудь такую вот дороженьку. И дорога будет выходить прямиком вот сюда. Давить? Давить. Паромная остановка у нас здесь замечательно установлена. И думаю даже сделать немножечко ход конем. А именно дать людям. Так, вот таким вот образом. Иметь возможность, если что, переходить отсюда сразу в парк. Теперь нужно разместить непосредственно, я так понимаю, паромное в принципе, вот паромное депо. Размещу его, пожалуй, пока вот здесь вот. Дальше, когда у нас вот здесь вот будет развита инфраструктура, я проведу обязательно сюда дорогу. Но пока я не имею такой возможности. И теперь, и теперь, и теперь паромная остановка, да? Вот, еще, пожалуй, я размещу здесь порт, да? Который тут необходим. Было бы неплохо здесь разместить какой-нибудь паромный порт. Но пока я не могу это сделать, к сожалению, из-за того, что будет слишком большая высота у нашего города. И я с этим очень даже мучаюсь. Но такова цуна отсутствует цунами. Ну, как вам сказать, произошел такой небольшой казус. И у меня слетело около 30 минут игры. Я надеюсь, что за это время ничего такого сверстетства не успело произойти. Но на самом деле я просто банально не помню, что происходило за этот промежуток времени. И поэтому мы сейчас будем начинать с самого начала. И потихонечку будем начинать раскачиваться. Я не помню или нет, но у меня вот здесь вот два парка есть. Теперь они полностью у меня достроены. Выглядят примерно вот так вот. Люди по ним спешно ходят. И они приносят даже неплохой нам доход. Хотя доход с этих парков мне не очень интересует. Меня больше интересует тот факт, что эти парки просто выглядят очень эстетично. И в них просто приятно людям находиться. Вот здесь вот у нас находится зоопарк. Здесь куча зверюшек. Вон куча людей ходит. Это очень даже мило. Ну и за, скорее всего, вот эти вот 30 минут я начал постепенно строительство нашего нового района. Нас учат здесь строить непосредственно вот эти вот пассивные поля. Ну и раз уж пошла такая пьянка, я продолжу пока заниматься этим районом. Чтобы уже достроить его, чтобы он уже приносил нам прибыль. А пока я строиться не хотелось бы сделать небольшую ремарку. Вылет, из-за которого у меня слетела запись, было вызвано проблемой опять моей видеокарты. Ребят, никогда, никогда не покупайте RX 560. Она старая, я все понимаю. Поэтому я уже коплю деньги на новую, и в скором времени она будет у меня. Ну а пока оттолкнулись от того, что имеем. В принципе, у меня тут из полей ничего такого увлекательного, интересного нет. У меня стоит тут пожарная станция, полицейский участок, ну типа инфраструктура. Вот здесь у нас стоит товарный терминал, который просто не работает сейчас из-за проблем с трафиком. Здесь у нас стоят небольшие такие загоны для скота. А здесь у меня, скорее всего, просто дороги какие-то. Да, тут один светофор, а тут просто такие вот небольшие перекресточки. Ну и постепенно это все развивается у нас. Опа. Что у нас открылось так? Ага. У нас третий уровень зоопарк, замечательно. Но пока я занимаюсь нашей промышленностью. Ага. Погодите, мне тут написали то, что недостаточно покупателей. То есть у нас слишком много злака, и оно не успевает реализовываться, не успевает выпускаться. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте сделаем тогда здесь склады лучше. И вот здесь вот один. Чтобы они тут заполнялись, и была какая-то буферизация. И, пожалуй, построим еще парочку загонов для скота, для того, чтобы они там могли уже выращиваться наши коробочки или не коробочки. Пока я сделаю их тут небольшое такое количество, но я думаю, этого пока хватит. Я думаю, то, что уже можно размещать новые поля. Давайте этим и займемся. Давайте, я думаю, еще парочку загонов для скота поставим, потому что, судя по всему, они очень хорошо и эффективно здесь размещаются. Опа, все. Мы открылись до третьего уровня, замечательно. Теперь можно сносить вот эти поля и, думаю, делать среднего размера их. Вот, среднее посевное поле, замечательно. И, думаю, здесь разместить какую-нибудь сельскую дороженьку. Ну, вот так, как-то так примерно. Вот такая вот дороженька. Даже очень красиво, мне кажется, выглядит. Опа, смотрите, у нас открылись еще и мельницы. Мы можем еще и мельничное производство наращивать. Хм, неплохо. Давайте и построим здесь парочку. Думаю, размещать их здесь вот вдоль нашей горы будет очень даже неплохим решением. И теперь у нас время мельниц. Думаю, вот этого количества нам хватит даже за глаза. Даже слишком этого будет, мне кажется. По электричке, я думаю, им установленную электростанцию сделать, им даже за глаза этого хватит. Потому что сырья им поступает даже очень много. И складик какой-нибудь нужно сделать здесь небольшой. Вот, маленький амбарчик какой-нибудь здесь сделать. Складик, чтобы недалеко им ездить приходилось. Да, вот здесь вот загоны надо будет переделывать сейчас. И поставить вместо таких загонов вот такие вот, да, доильный дом. Потому что лучше у нас пусть будут коровки доиться, чем будут убиваться. Так, и посмотрим теперь у нас сколько по всему, по прибыли и не по прибыли, нам дается всего с нашего участка. В муку у нас даже много, в злаков у нас производится даже слишком, мне кажется. И раз пошла такая пьянка, мы уже, я думаю, можем заполнять все это нашими полями. Полностью основательно, деньги на это есть. То есть вот мы берем средние поля. Опа. Получается, у нас четвертого уровня достигло вот это вот сельское хозяйство. Замечательно. Все, пока нам полей хватит здесь. Это даже, мне кажется, будет слишком на первое время. Вот, в принципе, мы можем поставить бараки, как я понимаю. Потому что нашим работникам желательно где-то бы жить. Давайте вот здесь вот пока на дороге парочку поставим. Два. Двух штучек за глаза, мне кажется, пока хватит. Все замечательно. Бараки у нас здесь работают. Потом в будущем я, возможно, их куда-то перемещу. Сейчас надо посмотреть по наличию пробок у нас здесь. И здесь все замечательно. Тут пробок никаких нет. Значит, можно еще наращивать поля. Ну, как-то так это пока выглядит. Было бы, конечно, классно их перенести вот сюда вот и сделать так, чтобы дороги были прям друг другу близко. Возможно, я в будущем это сделаю, если будет настроение. Но пока вот такой вот вариант, в принципе, с дорогами меня даже устраивает очень. Дальше посмотрим. Надо сейчас просто отрегулировать так, чтобы все это у нас было идеально обустроено. Опа, у нас открылся парк четвертого уровня. Замечательно. Даже маятник аттракционный. Сейчас мы займемся парками, не переживаем. Так, а здесь я, пожалуй, поставлю еще отдельные станции наши. Пока вот такого количества, мне кажется, даже за глаза будет хватать. Ой, какая тут пробка стоит. Но она быстро уезжает, смотрите. Из-за светофора она здесь стоит, но она и успевает уезжать. Я вот смотрю, с новым DLC добавили вот такие вот вещи. Комплекс переработки, я так понимаю, он более эффективный, чем мусоросжигающая станция. За ним надо будет уход 5000, но он здоровый, походу, да, будет. Но он, походу, будет много перерабатывать сразу. Есть у нас вот такая вот мусороперегрузочная станция. Так понимаю, это наподобие свалки. Но она не загрязняет ничего. И думаю, ее даже поставить будет неплохим решением, скажем, вот здесь. Потому что здесь вообще никакого мусора убирающего предприятия не имеется. О, у нас открылся уже пятый уровень. Неплохо. Большие пастбища, большой фруктовый сад. Пищекомбинат. Неплохо. Многие жалуются, что сырье некуда девать. Хорошо, давайте построим тогда еще здание, которое будет перерабатывать это сырье. Например, мельницу. Да, мне мельницы очень понравились. Давайте их построим. Так, у нас, я так понимаю, слишком много сырья они производят. Его слишком некуда девать. Судя по всему, да? Да, у нас лаковых слишком много производится. Но, тем не менее, они приносят большую прибыль нам. Я думаю, что вот этих вот мельниц хватит, чтобы это все перерабатывать. Потому что на экспорт это все не уходит. Давайте попробуем включить наш товарный терминал поездовой. Так, вон, смотрите, какая пробка у нас оградовывается. Но ничего страшного. Товарный терминал мы включили. Можно посмотреть, какая у нас тут пробочка образуется. Но, я думаю, ничего страшного. И, я так понимаю, вот, если они сюда привозят, значит, они загружают. Значит, он экспортирует. Я же правильно понимаю? То есть, это должно нам приносить прибыль. И это все должно у нас более эффективно уходить. Правильно я говорю? Правильно я говорю. недостаточно сырья но привозить сюда сырье можно даже попробовать соединить сейчас эти все дороги с нашим этим районом для того чтобы более эффективно доносили сюда сырье потому что я так понимаю тут большие пробки могут образовываться вот таким вот боком у нас дорога теперь тут есть я думаю машины могут до машины могут отсюда переезжать это очень даже замечательно как у нас большой поток машин давайте здесь поставим какую-нибудь другую развязку потому что чувствую это не справляется я сделал тут два кольца ну как некая пародия на кольцо и оба шоссейные дороги я думаю что и люди если захотят по ним будут нормально перемещаться если не захотят то не на минут 20 наверное сижу пытаюсь экспериментировать с этой дорогой нормально адекватно но что-то как-то не особо пока получается буду попробовать буду стараться вроде как у меня перекресток должен справляться со всем этим я просто сделал такой перекресток но я вот эту всю дорогу сделал сплавно что и то есть у нас здесь одностороннее движение все грузовики которые у нас здесь есть они выезжают вот сюда но тем не менее у нас есть и выход вот сюда вот наших друзей грузовиков из некоторых грузовики которые могут а именно вот этих вот полей выезжать сюда вот и сырье доставляет нашим мельницам если все правильно понимаю как теперь вот этим кругом надо заняться да я не думал что у меня такие такие проблемы возникнут с перекрестками которые здесь вот есть если бы можно было бы каким-нибудь образом вот здесь поставить сплошную линию чтобы машину вот отсюда не ехали сразу сюда потому что это тупо потому что у них есть куша других маршрутов то был вообще все шикарное было бы гораздо легче мне управлять со всем этим но пока имеем что имеем и я не вижу здесь никаких больших пробок по трафик менеджеру ну тут есть какие-то пробки небольшие но они не критично есть это я бы не сказал что это пробки и у нас все нормально получается так сырье везде доставляется замечательно так на сырье не все убирает это кстати неплохо кстати но ничего страшного можем еще поставить перерабатывающих сырья у нас опять слишком много давайте поставим еще молокодобывающих предприятий например вот эти вот доильники все я не вижу особых таких больших пробок это меня не может не радует здесь есть небольшой затор но куда деваться просто это затор но это не про все по идее с этим мы закончили я не вижу чтобы здесь был переизбыток по материалам меня не может не радовать так а что у нас тут мы сперва заполнена то есть вот этот утилизационный завод не успевает перерабатывать хорошо давай еще тогда поставим утилизационный завод одну штуку где-то я думаю должны успевать справляться с тобой ну и напоследок я решил сделать такую небольшую улицу с нашими бараками для работников и построил здесь небольшой ремонтной сельскохозяйственная зданица в бараках я думаю буду жить и наши жители и вот это все у нас будет чики-пуки просто ой как я быстро всю проблему то решу посмотрите я сделал здесь однонаправленную дорогу буквально сама по собой проблема решилась все по идее проблема вся решена надеюсь и все упирается у нас остается только в мощность самого нашего терминала товарного который способен загружать просто допустим вот у нас поезд и у нас загружается он на не более на чем на 70 процентов но ничего с этим поделать к сожалению не могу это мощность самого терминала я так понимаю у меня что-то случилось с модом на бульдозер потому что он как-то не работает у меня это понимаю да до автоматического режиме у меня бульдозер почему-то отказывается работать но сейчас почему-то у меня нет желания перестанавливать мод может быть буду к следующей серии его точно перестрою и пожалуй здесь вот нужно будет построить вот такую станцию по переработке отходов думаю будет это более эффективно тем более что она еще умудряется и вырабатывать электроэнергию и сам этом и нас свалка будет при этом всем очищаться замечательно теперь давайте займемся парками принципе в эти парки можно будет еще что-нибудь и разместить такие мелочевки я буду размещать за кадром они будут размещены и принципе вот такие вот лавочки если того чтобы им было удобно сидеть хотя тут они как бы есть все по идее к террариуму у меня подъезд готов и все замечательно у нас теперь еще добавилась куча новых мест и получается у нас очень большая плотной застройки было бы неплохо сюда еще накидать парочку деревьев еще power елочек можно пожалуй вот такого нас на зеленый парк получился не знаю мне очень нравится даже так массивно застроечная вот здесь не хватает какой-нибудь кафешки мне кажется можно будет разместить и в остальном все очень даже классно и самое классное знаете что вид с этого парка посмотрите просто это просто охеренно не знаю как вам но мне очень нравится жалко я могу сделать здесь вот такой вот вот такую преграду но куда деваться ребят куда деваться так теперь вторым парком тоже нужно заняться у нас я так понимаю это развлекательный парк но прежде чем заниматься я хочу посмотреть сведения об этом парке у нас будет очень много расходов на этот парк к сожалению и народу не так много на него ходит так пожалуй рекламную кампанию здесь ключу и пожалуй все может быть это как-то поможет нам не так много тратить на этот парк но на самом деле я готов тратить на этот парк достаточно много даже если пару людей будут ходить к этим зверюшкам то это будет уже неплохо то что он смотрите оленято не оленято ой смотрите какой-то еще у нас так как гильчик прикольненько так нет не знаю мне очень нравится душевника получилось можно приходить сюда с детьми из не детьми с искусствами с школьными экскурсиями и прочим будет пешеходники я бы отключил потому что здесь здесь нормальный пешеходник я не знаю зачем такие вот пешеходники поэтому следующей серии нужно будет по-любому устанавливать моды и немножко подработанной игрой предварительно я не будет не бойтесь я сохранюсь и прогрессе будет потерян вольер с вами и вольер с носорогами не знаю насчет львов носорогов по моему и так все нормально так и теперь парк с развлечений и даже пожалуй еще подниму немножечко денег чтобы у хотя бы хотя бы уходить вровень 22 пока оставлю если там 200 будет теряться ничего страшного теперь работаем над парком развлечений опа и нам открылось колесо обозрения да 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 какой-то маленькая кстати я думал она будет больше давайте все-таки разместим потому что зря что ли мы его открывали и американские горки американские горки кстати очень даже большие и вот здесь вот мы очень даже неплохое место для них да только он расходы больше приносит чем доходы давайте поэтому парочку аттракционов которые у нас уже есть закроем если они будут приносить доходы то я все-таки их открою но пока их лучше думаю не надо получается как то вот такой вот парк у нас правда он приносит немножечко больше расходов чем доходов ну поэтому мы прибавим немножечко с финансов которые нужно входить сюда надеюсь люди на меня сильно злится по этому поводу не будет давайте посмотрим по финансам и по маршрутам наших допустим скажем ну где вот поезда о метро на поезду мы метро у нас нормально держится так что нормально все у нас метро а по доходам она что у нас приносит у бюджета у нас метро по идее идет в минус я думаю она людям необходимо так как они им пользуются поэтому давайте его оставим дальше идем смотрим у нас в принципе весь общественный транспорт который у нас есть приносит нам расход только я не пойму почему трамваи приносит нам расход дикий если они должны быть гипер прибыльными а им говорю мы трамваи а на самом деле имею ввиду на рельсы на рельсы замечательно 130 пассажиров всего пользуются почему почему так мало типа почему-то резко монорельсы стало не не очень популярными может из-за наличия ли в линии метро вроде и возле парка находится это ли мне линия и добраться докуда можно угодно то есть вот этот весь район по идее сюда вот может идти вот этот весь район как бы сюда может идти не понимаю ребят нет метро пользуется много но все равно достаточно мало микро пользуется для того чтобы он был прибыльным так но я явно убираю автобусы насчет общественного транспорта все-таки хочу разобраться и явно убираю автобуса маршруты хотя а они бы здесь очень прикольно смотрелись но к сожалению они приходят приносят нам лишь расходы эти пока временно попробуем закрыть вот эти вот линии метро временно посмотрим на продуктивность наших трамвайов она увеличится или уменьшит по логике вещей она должна увеличиться но в этой игре ваши все возможно смотрите я отключил метро и выросло количество обслуживаемых станции на монорельсе до 278 аж по идее он да они должны приносить не такие расходы большие да да они даже начинают приносить доходы то есть монорельсы здесь эффективны ровно до того момента пока не начнет строится метро интересно 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 просто думаю сделать здесь метро и выход на рабочие места типа люди садятся метро здесь доезжают до рабочих мест и приезжают обратно и все нормально чечки проблем в том то что при этом городу становится не нужен монорельс вместо монорельса можно в принципе пустить какие-нибудь автобусы посмотреть на них продуктивную да неплохая идея хотя вроде час монорельсом пользуются люди и как бы все хорошо этот парк приносит большие расходы потому что зачем если у нас есть вот это вот большая 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 местность для этого всего метро я включил строю я здесь жилые места пока я не думаю под настроительством наших деловых зон потому что в этом мне кажется нет я пока необходимости вообще никакой но в будущем возможно сделаю это так посмотрим теперь по доходам а парков прошло когда-то какое-то время на принципе доход по паркам облечь вообще практически не изменился значит только по этому парку потому что я не знаю почему но сюда люди не хотят ходить за парк хотят люди ходить всегда но почему-то в этот парк нет странно странно это но давайте еще парочку аттракционов закроем мне придется это сделать потому что что ты как-то не особо люди нравится этот парк я позакрывал пару аттракционов и он не такой уже большой расход приносит хорошо я монорельси до убираю потому что они принципе ни на что не влияет и приносили только вы расходы как и знаете что я предлагаю попробовать разместить вот здесь вот автобусные дороги в принципе это не должно никак повлиять на трафик потому что они особо никак не отличаются да все автобусную дорогу я провел нужно сейчас поставить какие-нибудь автобусы сюда то есть автобусное депо все маршрут завершён теперь нужно мониторить как у нас будут автобусы перемещаться и 8 по идее маршрутов должно быть на 11 остановках да люди уже ждут между прочим мне это нравится давайте решим наконец проблему с нашими пешеходами и автобусами и будем уже потихонечку завершаться я думаю на самом деле то что еще пустить один маршрут вот таким вот образом давайте этим займемся как раз чтобы у нас был доступ людей к метро так третий маршрут я сделал четвертый маршрут я сделал третий маршрут я сделал только модификатор транспорта нужно примерно в два раза убавить думаю два автобуса на это весь маршрут за глаза хватит если нет то мы будем увеличивать просто и все даже несмотря на то что люди уже здесь как бы ждут так надо посмотреть по автобусу что у нас прошло как прошло какое-то время 66 64 пассажирам не сказал бы что это много люди между прочим стоят и ждут я немножко изменил и стать расположение наших маршрутов у нас есть один маршрут пересадкой и для того чтобы достичь метро и второй маршрут пересадкой для того чтобы опять таки достичь метро замечательно я думаю то что в следующей серии как раз и займусь тем что что буду размещать посадки возле наших берегов для того чтобы люди могли жить непосредственно у берег я просто лазил где-то и нашел универмаг почему бы его не разместить вот здесь правда снесет парочка домов но куда деваться все я тут закончил размещение получился такого небольшой парком магазина сквер и в итоге у нас получается не что такое вот и получаем причем вот этот все еще будет заполнена магазинами я же говорю магазинами где выでも не строитесь на на попаркам этот приносит расходы только расходы давайте вот так вот сделаем я rhoi что вообще кто-то в этот пару будет сходить такими ценами а это точно даже приносит доходы даже вот так можно немножечко снизить будет замечательно я думаю что у меня очень даже продуктивно в этой серии вышла. Мы успели построить вот эти вот два замечательных парка. Правда, один из них работает через жопу. Я, кстати, не понимаю вообще по какой-то причине, по какой причине это так происходит, но вообще, тем не менее. Мы успели построить целый район. Правда, со слабым экспортом, но с экспортом товара мы еще поработаем. Это не проблема особая. То есть, у него есть гигантский еще экономический потенциал. И, несмотря даже на это, он приносит в неделю 52 тысячи. А у нас еженедельный доход. Ну, вот он. А также мы занимались сейчас общественным транспортом. Все-таки экспериментируем и продолжаем делать эксперименты наши. И смотрим по автобусам. У нас стоят больше всего на вот этой остановке. То есть, люди сюда идут и хотят куда-то уехать. Замечательно. 207 пассажиров. Все автобусы, я как вижу, у нас под завязку едут. Давайте увеличим количество автобусов до 10 штук. И на втором маршруте тоже до 10 штук. И от этого будем отталкиваться. И на самом деле, сейчас посмотрим. Все равно они приносят расходы. Я не понимаю, что нужно сделать для того, чтобы они не переносили расходы. Каждый автобус, который там ездит, просто под завязку. И он все равно приносит расходы. Ну, что ты будешь? Тут 59 пассажиров. Туда они ждут и их сразу забирают. Замечательно. Ну и на этой прекрасной ноте я буду потихонечку заканчивать. И мы можем лицезреть этот прекрасный город уже в новом обличье. С новыми развязками, с новой инфраструктурой. И мне кажется, он становится с каждой серии только лучше. Ну и на этом я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуговому Мору. Еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok